Этот душераздирающий кадр сняли очевидцы сразу после взрыва. Здесь неравнодушные люди пытаются спасти из разрушенного дома маленьких детей. К счастью, их благополучно вызволили. Но есть и пострадавшие. Среди них и трехлетний ребенок с черепно-мозговой травмой и ранением глаза. Семерым взрослым была оказана помощь амбулаторно. Взрыв бытового газа был настолько мощным, что у автомобиля повредилось стихло. Сейчас на месте работают медики и спасатели. Эвакуировали уже 150 человек, в том числе 35 детей. Сейчас на месте работают правоохранительные органы, которые выясняют причины взрыва. Очевидцы говорят, сила взрыва была настолько разрушительной, что окна и двери были моментально выбиты в десятки квартирах. Повреждены также и машины, припаркованные у дома. Грохот, взрыв. И огненная эта пошла вниз, несколько раз раздался и потрясло. Дом потряс, все свалилось, разбилось. Я думала, это землетрясение. Бегом и внучки тоже. Мы бегом выбежали, не знали, в чем дело. Оказывается, газ взорвался. Абакар Абдулаев одним из первых пришел на помощь. Говорит, не раздумывая, бросился помогать пострадавшим. Во время взрыва я дома находился. Только взрыв случился, выбежал. Смотрю, люди в эту сторону все бегут. Я там рядом с домом. В эту сторону бежали люди, я тоже побежал. МЧСники еще никто не приехали. Там пыль стояла в этом подъезде. Мы заходить пытались, но не видно было. По балконам залезали, в дома заходили, смотрели. Пострадавших есть, нет. Ребенка, женщины тоже вытащили. Там пожар был, кто-то пожар тушил. Мы пытались ломом дверь тоже открывать. Думали, там кто-то есть, нет, смотрели. На место также выехал и мэр города, Юсуп Умавов. Он заверил, пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Пока временно людей, конечно, мы не оставим. У нас есть места, куда их разместить. У всех пострадавших, у всех квартир сейчас ведутся списки, сколько человек проживало, какие квартиры пострадавшие. Сейчас проводится обследование многоквартирного дома. По итогам проверки будет ясно, можно ли допускать жильцов для дальнейшего проживания. А в Следственном комитете республики выясняют причину произошедшего. Тамара Самедова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Продолжение следует...